В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Более 20 килограммов марихуаны и 250 кустов конопли изъято. В Сызрани наркополицейские ликвидировали крупнейшую за последние годы в Самарской области лабораторию по производству дурман-травы. Организаторы незаконного бизнеса сейчас находятся в розыске. Частный дом на окраине Сызрани. Наблюдение за его обитателями наркополицейские вели несколько месяцев. Подозрения вызвали постоянно запотевшие окна здания, доносящийся характерный запах и зеленоватый свет в помещениях. В итоге сомнений, что здесь занимаются производством наркотика, не осталось. В момент визита правоохранителей в доме находился хозяин, 60-летний мужчина. «Имеется в комнате, там находится». «Что там имеется в комнате?» «Кому принадлежит?» «Мне принадлежит». «Вам принадлежит». «Вы употребляете сами наркотики?» «Нет». «Для чего тогда марихуана?» «Хотел масло делать». Для изготовления масла, как выразился мужчина, в одной из комнат было припасено более 250 кустов конопли. Также в ходе обыска было обнаружено более 20 килограммов готовой к употреблению марихуаны, выжить из которой уже вряд ли что получится. По словам хозяина, незаконным бизнесом он занимался один. Но по имеющимся у наркополицейских данным, к организации нарколаборатории причастен и его сын, который ранее уже был судим. «Отец работает сторожем в школе, а его сын работает на спасательной станции города Сызрани. Причем при трудоустройстве на эту спасательную станцию сын утаил тот факт, что он был ранее судим под статьей 318, то есть это оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Этот молодой человек, употребив спас, сел на мотоцикл и поехал в область, где был остановлен сотрудниками ДПС, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование о факте опьянения, он отказался, устроил драку». Сейчас молодой человек находится в розыске, как и его отец, который, ссылаясь на плохое самочувствие, скрылся от правоохранителей. Уголовное дело возбудили по двум статьям. По оценке наркополицейских, в результате рейда была ликвидирована крупнейшая за последние годы в Самарской области лаборатория по производству и культивированию конопли и марихуаны. В Кенельском районе в селе Домашко злоумышленник украл старинные монеты и боевые награды, которые принадлежали участнице Великой Отечественной войны. Реликвии хранились в доме ее сына. Подробности далее. В дом 66-летнего мужчины злоумышленник проник поздно ночью. Видимо, знал заранее, что здесь хранятся медали времен Великой Отечественной войны, которые принадлежали матери хозяина дома. Спустя некоторое время задержанный признается, в момент совершения преступления был пьян. Позже хозяин дома обратился в полицию, где сообщил, что незадолго до преступления видел возле дома подозрительного мужчину. Также обратил внимание на надпись на его куртке. Спустя сутки предполагаемого злоумышленника задержали в Самаре. В момент, когда тот пытался продать часть похищенного. Он признался в совершении данного преступления, рассказал о том, что совершил хищение чужого имущества с целью потратить полученные деньги на приобретение наркотического вещества. Позже в селе Домашка в доме задержанного полицейские обнаружили тайник, где злоумышленник спрятал оставшуюся часть украденных наград. В общей сложности в руках воришки оказались несколько старинных монет, восемь медалей и два нагрудных знака времен Великой Отечественной войны. Сейчас они возвращены законному владельцу, а задержанный мужчина находится под стражей в ожидании суда. В Самаре задержан мужчина, которого обвиняют в похищении двух человек. По данным правоохранителей, ранее он уже был судим за тяжкое преступление. Наш корреспондент с подробностями. По данным полиции, двух жителей Самары мужчину и женщину подозреваемый похитил в апреле этого года. На одной из улиц города, угрожая потерпевшим пистолетом, он усадил их в свой автомобиль и развез по разным квартирам в поселке Мехзавод. Через какое-то время одному из пленников удалось сбежать. Он обратился в полицию. «Были установлены личность подозреваемого и его связи. В результате проведенного комплекса оперативно-рыскных мероприятий сотрудники полиции установили квартиру, где, по их информации, может находиться подозреваемая и удерживаемая им девушка. При помощи бойцов СОБРа данная квартира была блокирована. В это же время девушка, удерживаемая преступником, воспользовавшись тем, что он заснул после употребления наркотика, сбежала из данной квартиры». Позже злоумышленника задержали. В ходе обыска его квартиры полицейские обнаружили наручники, наградной кортик, портативные радиостанции, синтетические наркотики, пневматическое ружье и 30 патронов для автомата. Все изъятое направлено на экспертизу. По данным правоохранителей, ранее мужчина уже был судим за тяжкое преступление, за что пять лет провел в колонии. Сейчас уголовное дело возбудили по статье «Похищение человека». Что стало причиной преступления, пока неизвестно. Более 60 поддельных денежных купюр номиналом по 5000 рублей каждой изъяли полицейские в Тольятти. В ходе операции правоохранители также задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в фальшивомонетничестве. Захватили злоумышленника, когда тот в очередной раз пытался расплатиться фальшивкой в одном из магазинов «Автограда». Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили выявить причастность данного гражданина к распространению поддельных купюр не только на территории города Тольятти, но и иных городов, субъектов Российской Федерации. По имеющимся данным, преступление задержанный также мог совершить на территории Саратова, Саранска и Тамбова. Сейчас мужчина находится под стражей. А в Сызране правоохранители задержали мошенника, который выдавал себя за полицейского. Войдя в одно из кафе города мужчина заявил, что собирается привлечь хозяина заведения к административной ответственности из-за отсутствия у того лицензии на продажу алкоголя. После чего предложил управляющему решить вопрос деньгами, а в дальнейшем заплату в 10 тысяч рублей в месяц решать все подобные проблемы. Женщина управляющей кафе согласилась на это условие, но позже обратилась в полицию. Мошенника задержали с поличным при передаче денег. По данным полиции в прошлом задержанный мужчина майор милиции, но в 2005 году он уволился из правоохранительных органов. Сейчас он находится под стражей. Если его вина будет доказана в суде, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Более 40 незаконно установленных киосков, торгующих алкоголем без лицензии, уже вывезли с территории Самары благодаря совместным усилиям полиции и городских властей. С очередным рейдом правоохранители нагрянули на улицу 22-го портсъезда. Площадь в десятки квадратных метров этот киоск занимает незаконно. Здесь он стоит около десяти лет. Витрины под завязку забиты продуктами и алкоголем, на продажу которого у владельца нет лицензии. Попасть внутрь удается лишь вместе с полицией. Хозяин настроен недружелюбно. По данным правоохранителей, его уже не раз предупреждали и требовали свернуть незаконную деятельность. Даже составили пять административных протоколов. У вас времени было предостаточно. Вам, наверное, уведомляли о том, что надо прекратить здесь незаконную деятельность. Говорили вам об этом? А почему вы не? Вы считали, что еще 10 лет будете здесь этим заниматься? У вас вот время есть ровно 10 минут, чтобы все, что успеете, отсюда убрать. Времени понадобилось намного больше. Товаром пришлось заполнить целую газель. Что касается алкоголя, его набралось около тонны. Горячительное изъяли и отправили на экспертизу. Если выяснится, что оно некачественное, хозяина могут привлечь к уголовной ответственности. А пока ему предстоит оплатить транспортные расходы за вывоз киоска и штраф до 400 тысяч рублей. Никаких послаблений не будет. Что принято принципиальное решение до начала мая месяца демонтировать все незаконные торговые объекты, которые осуществляют реализацию, незаконную реализацию алкогольной продукции. Такая задача поставлена, она будет выполнена. До 6 мая полицейские совместно с городскими властями планируют ликвидировать в общей сложности почти 90 незаконно установленных киосков, торгующих алкоголем без лицензии. Это позволит не только сделать торговлю цивилизованной, но и снизить количество уличных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. С начала года их произошло почти 500. У нас прям все это происходит под окнами. Летом и стрельба начнется, и беготня начнется. Здесь все. У нас здесь и питейных заведений, море официальных. Зачем еще здесь вот эти вот держать? Я не понимаю. Убирать. Однозначно убирать. Давайте будем чистоту такую наводить. В этом году совместными усилиями полиции и городских властей с улиц Самары вывезено уже более 40 незаконно установленных киосков.